Эта программа говорит губерния. Вы знаете, нам столько звонят по поводу мусора, что если мы будем принимать сейчас все телефонные звонки, мы будем только выслушать. Поэтому у меня предложение. Давайте вы, если есть конкретные вопросы, пишите наш реакционный ватсап. Нин, давай напомни его номер. А вот я сгруппировал типичные случаи в два ролика, которые в процессе разговора покажу. Ну, просто мы больше вопросов сможем обсудить. Хочется, да, услышать ответы, потому что проблема серьезная, проблема большая. Мы поэтому, собственно, об этом сегодня и говорим. И поэтому у нас сегодня в гостях министр ЖКХ Хабаровского края Дарья Викторович Тюрин. Дарья Викторович, добрый вечер. Ну, я не знаю, можно ли сказать в связи с тем, что происходит, что вечер это добрый, потому что по количеству сообщений, по количеству фото и видео, у меня возникает ощущение, что, ну, не знаю, ситуация какой-то чрезвычайной близка. Вот по вашим оценкам, как на самом деле все обстоит? Ну, я бы не сказал, что ситуация близка к чрезвычайной. 3200 контейнерных площадок в городе Хабаровске, и на сегодняшний день проблема по 120 остается контейнерным площадкам. Вот прикидывайте, какой момент. Основная, какая пропорция. Основная проблема сегодня это в индустриальном районе. Значит, обращений поступило на горячую линию регионального оператора порядка 180 обращений пришло. Пока не отработано еще 40 обращений, но техника работает. И я думаю, что день, максимум два, вот эти обращения, которые пришли, они будут отрабатываться. В чем причина? Причина банальна. Когда заходит новая компания, новая техника, новые водители, начинаются проблемы, связанные с тем, что не выстроена логистика. В первые дни мусоровозы заходят, водители не знают, скажем, даже как заезжать во дворовые площадки. Для примера, в первый день было вывезено и рейсов сделано по одному. То есть на мусороперегрузочную станцию Северную водители в первый день сделали один, там максимум два рейса иногда. Во второй день уже два рейса. Сейчас по три рейса делают. То есть водители нарабатывают вот эту схему маршрута движения полностью по городу и закрывают вот эти вот вопросы. Я думаю, что вот эти вот неурегулированные моменты, связанные с логистическими схемами, цепочками, ну, я думаю, что в течение недели будут полностью сняты. Что для этого делает рекоператор? Мы проводили совещание с ним. Первое, что он делает, это он принимает дополнительное количество водителей, чтобы они делали еще дополнительные рейсы. Это раз. И второе, он дополнительные машины вводит в рейсы. Сегодня у нас в целом вышло порядка 60 машин. Завтра планируют выйти на линию порядка 70 машин. То есть, на мой взгляд, чтобы закрыть полностью, ежедневно вывозить с контейнерной площадки, 70-75 машин полностью достаточно. Вот сейчас комплектуются пары из водителей. То есть, на одну машину два человека, два водителя, которые могли бы... Многие спрашивают, а почему расстались с теми водителями, которые умели и давно ездят, и просто миллиметровщики там на волосок могут разойтись по этим дворам? Конечно, долго наработали. С ними не расставались. То есть, они могли прийти на работу в рекоператор, сесть на новые машины и продолжать ездить. Кстати, сейчас первые водители, которые уже работали, они уже в рекоператоре, их приняли на работу, там несколько человек. Ситуация в чем? Ситуация в том, что компании, которые до этого... Не все, часть компаний, которые до этого работала на территориях, они не прошли по конкурсу, не выиграли конкурс у регионального оператора по перевозке. Поэтому на сегодняшний день, ну, выиграла компания, предложили водителям прийти и сесть на новые машины и работать. Но по ряду роду причин этого не произошло сразу. Мы, я разговаривал с нашими коллегами в других субъектах, примерно одинаковая картина. То есть, водители со старых компаний приходят через какое-то время, когда убеждаются, что платят заработную плату, что условия не хуже, чем были и так далее. Дарья Викторович, извините, я вас буду торопить, потому что вопросов очень много. Во-первых, у меня просьба, давайте будем показывать телефон горячей линии по вывозу мусора. Это исправленный телефон, потому что сначала, кстати, перепутали, и региональный оператор распространял телефон, на который не могли дозвониться. Вот это вот правильный. Там в том было 380, а здесь 308. Я сам звонил по этому номеру, у меня приняли, проверено. Другое дело, что вот я позвонил сегодня утром, обещали в течение дня ответить, так и не ответили. Вечером проверить. Надо проверить. У Мины, да, сообщения, я так понимаю, на революции. Да, очень много сообщений, они одного и того же характера. Как будем платить за те дни, что не вывозят мусор? Самый главный вопрос. Самый главный вопрос. Ну, это теперь коммунальная услуга, и коммунальная услуга, естественно, оплачивается совершенно особым образом. Но те дни, которые не возили мусор, этот мусор же никуда не делся, его вывезли просто за последующие дни. То есть объем мусора, что в первый день, что в третий, они сложились. Правильно? То есть первый день не вывезли, вывезли во второй день, но в два раза больше. Все равно его вывезли. Поэтому момент такой, значит, сколько будем платить, платить будем по факту вывезенного мусора. То есть он должен быть вывезен полностью, весь, в полном объеме. Вот тогда мы плавно переходим к одному из сюжетов, который я выбрал. Типичный случай. Простите, это мой дом, но он просто типичный. А там в течение четырех дней не вывозили мусора. Сегодня первый раз приехала машина. Что в результате? Приехал мусоровоз, часть забрал мусора. Все остальное оставил. Спрашиваю, когда приедете вновь? Сказали, не знаем. Все продолжает гнить. Все на том же уровне. Ну, то есть, получается, столько скопилось мусора, что его вот сейчас не могут вывезти. Соответственно, он гниет, сейчас жара. Его вывезут в полном объеме, это их обязательство. Как его вывезут, я уже обозначил. То есть это их задача привлечь дополнительную технику или людей, чтобы люди работали в две-три смены, чтобы его вывезти полностью. Поэтому это вопрос, на мой взгляд, недели, по опыту, опять же, других субъектов, чтобы все вот эти логистические цепочки, про которые я сказал, их выстроить. То есть работа с управляющими компаниями. Ну, простой пример. Зашел мусоровоз. Значит, в предыдущие разы всегда была история, при которой там поднимали какой-то провод, который висит над дорогой. В этот раз его не подняли, он его задел и порвал. Естественно, он стал мусоровоз, пока это все не устранили, и он не стал работать. На следующий день приехал, естественно, он понимал, что здесь висит провод, его исправили. Он вышел там, помощник поднялся, приподнял, он заехал. Поэтому много различных моментов, которые затрудняли движение в первый день. Первый-второй день, естественно, начало накапливаться. Но, еще раз, транспортировщики вышли с достаточно большой гарантийными обязательствами по вывозу мусора в полном объеме. Поэтому я считаю, что пока эти гарантийные обязательства, наверное, они не используют, хотя там сумма достаточно приличная, пользуются собственными объемами, собственной техникой с привлечением дополнительных людей. Но в крайнем случае необходимости они могут использовать гарантийный фонд для того, чтобы дополнительно еще техники привлечь. Но пока ситуация такая. Вот еще один такой распространенный вопрос, который в связи с этой ситуацией задают и зрители, и жители города, в принципе. Все знают, что летом по нормативу, ну, по крайней мере, так пишут, мусор обязан вывозить раз в сутки, но возникла та ситуация, которая возникла. Вот в связи с этим, не знаю, тот же Роспотребнадзор может ли какие-то штрафные санкции применить к тому, кто оказывает эту услугу? Он, по идее, обязан их применить. И, по идее, получается, обязан? Он обязан, он применяет в определенных случаях. Но вот я сам лично выезжал в субботу и воскресенье на контейнерной площадке. Кстати, ваши коллеги там же были. Но мусор остался еще с 30-го числа. С 30-го числа никто не вывозил, все ждали, когда приедет рекоператор и начнет разгребать эти огниевые конюшни. Ну, понятно, я все могу понять. Но когда мы начинаем разговаривать с теми компаниями, которые рядом располагаются и, в принципе, приносят на эту площадку свой мусор, оказывается, что картина, она будет всплывать еще. Потому что я говорил, что серого мусора у нас огромное количество, которое весь сейчас начинает легализовываться. Нам говорят о том, что у нас есть договора на вывоз мусора, но эти договора только на вывоз картона. А куда несут весь остальной мусор? А несут в эти контейнерные площадки, за которые люди, ну, по идее, платят, и которые рекоператор обязан вывезти. Поэтому это всплывает практически везде, где рядом находятся юридические лица. Вот рекоператор как раз имеет инструментарий для того, чтобы эту проблему решить. Обязаны люди с ним, юридические лица, с ним заключить договор. Поэтому это все будет так же. Вот эта база юридических лиц, которые носят на нашей с вами контейнерной площадке, он будет нарабатываться какое-то время. Примерно, наверное, месяц они будут полностью, я думаю, что охватят юрлиц, которые раньше не платили ни за что. Частный сектор – особая история. Поэтому в данном случае даже та база, которая сформирована, 3200 контейнерных площадок, ее изначально это не была база даже в администрации города, который давно, в принципе, этим вопросом занимался. А как они появились? А появились от того, что, в принципе, не доехали, потому что не было в реестре, не было в маршрутной карте у мусоровозчика. Значит, и тут же люди начали обращаться, и оказалось, что в реестре нету этой контейнерной площадки. Но, опять же, 2-3 дня, и реестр сформирован полностью. Я назвал 3200, но там 3226, по-моему, контейнерных площадок. Ну, понятно, что округленная цена. Да, которые сегодня обязан рекоператор обеспечивать вывозку. Еще одна типичная проблема. К ней обратились нам представители не просто жильцов, а ТСЖ и управляющих компаний. Вот они нам рассказали, как пытались связываться сегодня с региональным оператором. Так, я докладываю всем. Сходила в рекоператор, отнесла акт. Печать никто не поставил, хотя видят, сколько мусора. Сказали, мы это еще раз смотрим и подумаем. И никто пока сразу вам никаких, ничего подписывать не будет. Ну, единственное, поставим входящий. Я говорю, хорошо. Говорю, давайте я пойду встречу сейчас с директором. Сколько еще это терпеть? Нет, говорит, никаких директоров, никаких встреч. Я вышла, стоят два охранника. Я говорю, проведите меня, пожалуйста, к замдиректору, в транспортный отдел. Проведите, я хочу пообщаться. Когда эта каторга кончится? Мы никуда вас не пустим. У нас не полагается. Все сказали, не пускать. Ну, я понимаю, прекрасно регионального оператора, там миллионы звонков. Но, с другой стороны, люди куда-то должны обращаться. Причем, это не просто жильцы, а председатели ТСЖ, директоры управляющих компаний. Совершенно верно. При возникновении проблемной ситуации, они идут к региональному оператору и пытаются подписать акт о фактическом состоянии. Это нормальное явление. Если это не работает, это нужно действительно выстраивать. Вот те обращения, которые пришли в министерство к нам, в принципе, вопрос решался достаточно быстро, скажем так, эффективно. Потому что мы знаем, где они располагаются, какие телефоны, на какие телефоны руководитель отвечает и так далее. Поэтому еще раз говорю, что с приходом компании, которые только начинают выстраивать эти отношения, ну, какое-то время, видимо, это будет. Но самый главный вопрос, который нужно закрывать в первую очередь, это зачистка полной контейнерных площадок, которые сегодня там действительно переполнены. Я назвал 40 осталось на сегодняшний вечер. Я буквально, наверное, полчаса назад общался с региональным оператором. То есть они отдельную технику выделяют именно по тем территориям, которые не были убраны изначально. Вот эти 40 контейнерных площадок завтра до обеда будут убраны. Поэтому обращения идут, они фиксируются, по ним идет отработка в первую очередь. Но здесь в данном случае есть обращения юридических лиц. У нас учреждения также накапливают мусор, и тоже его необходимо вывозить. Это и бюджетные учреждения, имеется в виду здравоохранение, образование и так далее. По ним тоже такая работа должна проводиться. Поэтому все это, на мой взгляд, при непонимании работы с регоператором, здесь у нас есть рычаг влияния на эту ситуацию, потому что мы держатели договора, соглашения с региональным оператором. Поэтому можно обращаться к нам, мы будем регулировать вот эти вот тонкости, связанные с непониманием в части исполнения договора. Ваши контакты в любом ТСЖ есть? В любом ТСЖ, в любой управляющей компании, они на сайте есть, везде есть. Почему я и говорю, что к нам в министерство тоже пришли обращения, которые мы взяли на контроль. Еще раз, обращения максимум двое суток, зачистка идет полная. Сегодня обращение в основном поступило в первую половину дня, потому что во вторую половину дня мусоровозы уже часть выбрали тех площадок, по которым были проблемы. И во второй половине дня уже не так много пришло, но они опять же в работе. И завтра до середины дня, я думаю, что зачистка тех контейнерных площадок, которые копилось действительно несколько дней на выходных, она совершится. Пишут нам наши телезрители, вот в частности Ольга, Светлана, еще несколько человек написали, что хотят заступиться за новую реформу. Пишут, что для любого нового необходимо немного времени для внедрения и освоения. Но все-таки просят назвать четкие сроки. Сколько дать на это понимание? Пять дней, неделю или чуть больше времени, чтобы люди понимали, сколько им терпеть? Ну я, учитывая, вижу, как они работают, действительно, там большое количество профессионалов привлечено. Я беру неделю, чтобы урегулировать эти вопросы, связанные с тем, что там действительно большое количество площадок, там по 200, да, которые не вывезли. Поэтому если через неделю точечные случаи останутся, но это будет единичный уже случай. Поэтому неделю для урегулирования этих процессов. И совершенно правильно обозначено, все новое действительно определенно сталкивается с определенными сложностями, через которые просто надо быстрее преодолеть. И еще вопрос от наших телезрителей. Спрашивают, раз уж сложилась такая ситуация, работают ли люди ночью? Значит, мы договорились о том, что и мусороперегрузочная станция, и полигон на сете будет работать круглосуточно, точно в случае необходимости. Почему и набирают сейчас водители, чтобы они выходили, в том числе и в вечернее ночное время, чтобы вот эти мусорные, значит, контейнерные площадки убрать. Более того, на сегодняшний день ведется работа и приобретаются евроконтейнера для частного сектора, и частично евроконтейнера будут ставиться и в многоквартирных домах. Особенно там, где вот у нас возле подъезда прям выкатывают контейнер, контейнер, и к каждому подъезду подходит мусоровод. А евроконтейнер, это который герметичный? Он герметичный, пластиковый контейнер современный, его и обрабатывать проще, значит, и он закрывает от и дождя, и снега, и так далее. И он, в принципе, по объему немного больше, чем обычный контейнер остальной. Что касается района имени Лозо, потому что единый оператор зашел же не только в Хабаровск, но и в район имени Лозо, там как ситуация? Вот как раз там они начали ставить 300 евроконтейнеров, они поставили в Переяславке, еще в нескольких небольших муниципалитетах, которые там находятся. Сейчас они смотрят опыт, насколько частный сектор, действительно, насколько им комфортно будет складывать вот в этот евроконтейнер. Их, его легко, как я уже сказал, обрабатывать. Может ходить большегрузная техника большая, вот те же Мерседесы, они их, по-моему, один или два направили как раз в Лозо, чтобы он работал с этими контейнерами. Эти контейнера стоят, я думаю, что они свою эффективность покажут, и собираются они на частный сектор в городе Хабаровске, буквально. Ну, таких проблем, я так понимаю, нету, которые в Хабаровске. Поменьше, поменьше проблем, еще раз говорю, потому что, ну, скажем, логистика. Ну, и населенные пункты поменьше, логистика попроще. Пункты поменьше, логистика попроще, улиц меньше, площадок меньше, конечно, там все проще выстроить. Можно я еще один вопрос задам? Тоже председатель ЦСЖ передал. Вот утверждает, что при заключении договора якобы ЦСЖ заставляют заказывать большее количество контейнеров, чем вот они привыкли вывозить. Либо там есть какой-то норматив на определенный дом? Нет, здесь идет разговор, действительно, сравнивать с нормативом. То есть, например, председатели ЦСЖ говорят, что у вас при наличии количества численности людей такой-то, при нормативе таком-то, значит, нужно контейнеров столько. Председатель ЦСЖ говорит, нет, у меня меньше контейнеров. Почему? А потому что у нас дворник что-то там трамбует, у нас есть сортировка отдельная, там, значит, идет этот самый. И по факту у нас действительно меньше, значит, образуется этих отходов. Посмотрите, приедьте, давайте заактируем. Поэтому лишний контейнер никто никого не заставит ставить, это однозначно. А вот юридические лица заставить еще один контейнер поставить, если есть такая возможность на контейнерной площадке, вот это рекоператор, я думаю, что заставит сделать. Именно юрлицо, которое раньше носило в общий контейнер разбрасывал, а сейчас будет отдельный контейнер. Есть еще один вопрос, он касается в целом мусора. Почему берется плата с квадратного метра? Пишут, вот если, к примеру, пенсионер проживает один, но на 60 квадратных метрах он явно не производит столько мусора, сколько с него берут плату. Да, Слава, мы обсуждали много раз, но пришло несколько таких вопросов. Мы много раз обсуждали. Первое, что хочу сказать, всю жизнь мы платили с квадратного метра. И сейчас до реформы мы тоже платили с квадратного метра. Мы говорим о том, что да, нужно переходить с человека. И мы говорили о том, что как только полиции, УМВД сформирована будет база, и база актуализироваться будет каждый месяц, эта база в ГИС ЖКХ будет рекоператором использована. И тогда будет с человека. Мы говорили о том, что на это уйдет примерно год, и мы, кстати, ввели норматив на человека, он, по-моему, с 1 января 2023 года должен заработать, в случае, если будет база такая. Поэтому мы в любом случае считаем, что это временная мера с человека, и в конечном итоге мы должны, ой, с квадратного метра, и в конечном итоге мы должны перейти к человеку. Вся нормативная база в Хабаровском крае для этого создана. Ну, я уверен, что большинство из вас хочет продолжать эту тему, и множество вопросов, поэтому мы обязательно к этому вернемся, посмотрим. Ну, и я с вами согласен, невозможно начать какое-либо дело так, чтобы все пошло идеально, но просто не бывает. Новая телевизионная программа никогда не выходит идеально подготовленная. Я с этим согласен. Спасибо, что пришли. На гостях был Дарий Тюрин, министр ЖКХ Хабаровского края. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!